Ой, все говорят, я такая красивая. Ну, не знаю, прямо. Чё-то как-то. Это ты здесь? Ну, вот. А для чего ты пришёл? Выходи за меня замуж. Беда! Акула утонул! Ой, утонул! Ой, утонул! Сюжет знакомый с детства. Оксана просит черевички, которые носит сама царица. Кузнец в Акула идёт на авантюру, лишь бы быть с любимой. Чёрт, он же Александр Зеленецкий, крадёт месяц. На «Водном мире» очередной влажный спектакль алтайских моржей. В основе – повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Здесь есть свои режиссёр, ассистенты, артисты, и в жизни многие из них далеки от творчества. В пионерском лагере давно было как-то, что вот тоже сценки ставили, как бы. Ну и так между собой маленько, чтобы вот так вот серьёзно всё, за первый раз, честно скажу. Сейчас я была чуб. До этого ещё спектакли были, и «Лебедя» играла. Во всех ролях можно попробовать себя. Они прямо в шоке. Они говорят, нам вот лучше даже выступать в этих культурных программах, чем плыть на эту скорость, на выносливость, где стратится очень много сил и энергии. А тут шутка, чайпитие, общение. Мы сейчас приобщаем людей к закаливанию через культуру. Особенно это важно сейчас, во время пандемии, считают алтайские моржи. Свой народный театр они называют антикризисным, не имеющим аналогов в мире. Я ни разу за 7 лет не ходил ни в больницу, никуда. Здоровье так и прёт. Я бегаю, прыгаю, на лыжах постоянно занимаюсь. Ты живой! Сколько хочешь, бей меня, отец! Отдай свою дочь за меня замуж! Да не надо мне никаких черевичек, лишь бы ты только был рядом. Ну слава богу, любовь моя, мы будем всегда с тобой рядом! Кстати, в ближайшее время алтайские моржи порадуют своих поклонников новыми постановками «Буратино» и «Холодное сердце в Орландии». Подробности пока держат в секрете, но уже ясно, будет мокро. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День Столка.